Здарова-здарова дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на новинку серию по BIM&G Drive. Друзья, во-первых, хочу всех вас поблагодарить, потому что почти 50 тысяч лайков на момент записи этой серии, соответственно, друзья, я просто говорил, что если предыдущая серия наберет 30, то будет неделя BIM&G Drive, то есть каждый день будет выходить серия по BIM-очке. И, соответственно, друзья, вы, ну, не то чтобы выполнили нужное количество, набрали там буквально за несколько часов было собрано, так вы еще и набрали больше, причем намного, почти в два раза, ну, грубо говоря. Друзья, поэтому неделя BIM&G, так что будет весело, соответственно, я, друзья, почитал ваши комментарии, много чего интересного выписал, поэтому что-нибудь в любом случае реализую, и РПшечки тоже будут, но сегодня у нас будет весьма интересный дрифт-эвент, если это можно так назвать, потому что, наверное, то, что вы сейчас видите, вообще не понимаете, что сейчас будет происходить. А я вам объясню. Дело в том, что арабы решили, ну, им надоело просто дрифтить по прямой, и они решили, помимо этого, усложнить свою задачу, и устроили такой фестиваль. В общем-то, все желающие могут приезжать на любых тачках, и тут нужно выполнить одну очень непростую задачу. И я думаю, что помимо того, что будет много аварий, будет еще и много интересных, очень крутых моментов. Значит, смотрите. И, конечно же, друзья, я совсем забыл вам сказать, что это не обычная юта-карта стандартная, это юта-рейн, то есть, ну, дождливая юта, есть такая карта, и, соответственно, покрытие максимально скользкое. Сейчас бы... да, там дождей-то особо не бывает, но это не важно, это для эпичности тачки скользят как надо. Соответственно, друзья, давайте, чтобы вам не рассказывать, сейчас не объяснять, как это будет происходить, первым у нас будет выступать Леха. Я думаю, что будем пускать поодиночке, потому что нифига неизвестно, кто да как выступит, поэтому лучше сделать это все по отдельности. Да, друзья, всем приятного аппетита и приятного просмотра. Блин, как же тачку носят, просто пипец. Короче, вот, значит, старт оттуда. Здесь, как бы, по желанию, на самом деле, можно продрифтить это все. На арабский дрифт это мало смахивает, потому что, во-первых, тачка заднеприводная, они все-таки на переднем любят дрифтить. И сейчас начинается самое интересное. Нужно на огромной скорости закинуть тачку в дрифт, пройти между вот этих грузовиков и тачек, и вот этого коридора из тачек. Блядь! Ну, вы поняли, короче, да? То есть, сказать, что я с первого раза облажался, ничего не сказать. Соответственно, друзья, максимально простая, вроде бы, задача, но если она будет выполнена, она будет выполнена в любом случае. То есть, нужно уместиться сюда на огромной скорости, там, крутясь, я не знаю, в дрифте, как угодно, главное, не прямо, и пройти этот коридор из белых тачек, пройти вот эту вот преграду в виде грузовиков, а не то, что я сейчас сделал, и подлететь на трамплине. Единственное только... Да, и потом еще желательно остаться на колесах и поехать дальше. Это самое главное условие. Я думаю, что один победитель, как минимум, у нас будет. Единственное только, знаете, что самое смешное... Что с камерой, блядь? Что она плавает? Самое смешное то, что почему-то сейчас трамплин немножко сработал не так, как нужно. Вы видели, да? Он что-то сместился, хотя, вроде бы, тут стыка никакого нет, или действительно он есть. Короче, я не знаю, почему здесь трамплин торчит немножко, но этот момент мы как-нибудь сейчас уладим. Ладно, не так уж и важно. Главное про... Давайте, друзья, все, Леха, это была тренировка для Лехи. Блин, интересно, сколько раз уже Лехина тачка попадала в ДТП? Сколько раз он ее разбивал в хламину и восстанавливал? Мне просто его жалко. И причем он каждый раз восстанавливает, это довольно-таки неплохо, смотрите. Ну, а что, дрифт-корч, в принципе. Правда, такие столкновения, которые были у Лехи, уже... Так, небольшой дрифт. На самом деле, тачка идет как по маслу. Просто очень-очень-очень круто, потому что скользкое покрытие, дождливое, все нормально. И, друзья, значит, Леха берет скорость под 180. И сейчас нужно что-то выдумать. Значит, он берет сначала вправо, закладывает тачку и... На колеса, сука, Леха, блядь! Ну-ка, давай-давай, разворачивайся. Ну, немножко геометрия кузова нарушена, немножко заднее правое колесо стоит выше, нежели... Короче, тут пиздец с подвеской произошел. И крышу смяло. Но каркас справился, друзья, с своей задачей. И он как бы... Не, ну тут, конечно, пиздец все равно. Повело тачку как надо. Не знаю, как ее можно будет ли восстановить вообще. А так, в целом, можно дать балл. Да, потому что выполнено все. Только единственное, на крышу было приземление. А так он ничего не коснулся. Он задом аж залетел на этот трамплин. Ну, как бы такое. Ну, нужно сделать больше вращений перед этим, естественно. Потому что так-то, ну, так-то, в принципе, практически каждый может. Давайте, друзья, экспериментировать дальше. И возьмем, например, сарай. Сразу же. Приехал участник на сарае. Мы все так еще не придумали имя этому герою, который у нас будет на сарае дрифтить. Но это совершенно не важно. Давайте белого цвета. Replace Curent. Вот сейчас будет реально сложная задача. Во-первых... Бля, зацепа просто нет. Просто карабас там охреневает. У меня такое ощущение, что он стоковый просто. Смотрите, она не понимает, что переключать. Тем более, зацеп вообще отсутствует. Короче, надо сейчас набрать скорость. И задача будет не из легких. Потому что тачка сама по себе. Это минивэн. Микроавтобус, можно сказать. И... Воу-воу-воу-воу-воу. Его сложнее будет уместить в этот тоннельчик. Потому что тачка реально больше. Если бы тачка была меньше, соответственно, было бы проще. Но мы сразу усложняем задачу. Итак, друзья. Разгон. Так, так, так. Так. Задел. И еще и трамплин. Что с трамплином? Почему он... Почему он не низкий-то? Да. Вот мне больше интересно, кто эти люди, кто пожертвовал свои белые... Ну, вроде бы, конечно, ни о чем тачки. Но все равно для того, чтобы выстроить из них тоннельчик. Такое себе. Слушайте, ну это провал. Потому что, во-первых, было, ну, типа, боком. Зашел, уместился. Окей. Естественно, я тут место оставил с запасом. Но все равно. Ну, бля. Такое. Некрасиво. Некрасиво. Я считаю, что это вообще было ни о чем. Давайте дадим, опять же, вторую попытку. Блядь, меня смущает трамплин. Какого хера они... Вот, видите, тут торчок такой происходит. Видите, какой... Пиздец. Может, один оставить? Кстати, слушайте. А что, если мы оставим один? Это будет эпичнее, потому что на него надо будет еще попасть. Сейчас, секундочку. Так, друзья, все равно непонятно. Вот, видите, здесь есть стык небольшой слева. Посередине-то вообще идеально. Как вы видите, из-за того, что рельеф дороги такой немножко неровный. Но это не важно. Я думаю, что сейчас главное просто попасть. А там уже посмотрим. Ну что, ребят. Снова бешеная пробуксовка минивенчика. Давайте попробуем по встречке пойти. По внешке, так сказать. У нас тут дорога полностью перекрыта. Специально для таких соревнований. Ну, бля, соревнования такие себе. Не каждый, мне кажется, захочет участвовать. Но мы еще попробуем, естественно, полноприводные тачки. Интересно, как они будут скользить. Потому что я толком даже не пробовал. Надо прям мощное что-нибудь такое. У чего зацепа не будет. И сделать реально интересный трюк. Так, ну тут скорости не хватает, чтобы пройти эту дугу. Надо будет, кстати, найти тачку, которая на заднем приводе сможет это пройти. Так, по встречке идем. 180, также скорость. Так, 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 так. Так, вот сейчас нужно главное... Ой, бля. Ух ты! Воу! Эх! На колесах! Ну, подвески пизда! Тачка едет! Ебать развальчик, пацаны, смотрите! Просто заднее правое колесо просто, смотрите, охреневает! Ебать стиль такой, смотрите! Бля, я бы хотел такой мини-вэн себе. На котором можно было бы так же поугарать, подрифтить. Ну-ка, давай, киз-зэ-волл. Блядь, это киз-зэ-дверь какая-то, а не киз-зэ-волл. Так, ну-ка. И в тоннельчик, эпично! Ух, какой угол! Перебор! Радиатор дамагит! Сейчас будет уже, пиздец. Драйв-шафт брокен, и радиатор дамагит, и вообще похуякит полный. Слушайте, ну это было, конечно... Просто боком я вошел, ну рассчитал. Прыжок состоялся на колеса. В целом, ну, выполнено. Ну, хотелось бы как-то, знаете, сюда мега эпично вот так вот залететь в этот коридор и сразу прыгнуть. Вот это было бы реально круто. Так, давайте смотреть что-нибудь реально полноприводное, наверное, потому что интересно, как оно себя проявит. Но при этом, чтобы зацепа у тачки не было. Слушайте, а если посмотреть... Ну, монстр уже надоел. Драк, это, естественно, будет зацеп. А если что-то просто взять мощное, вот это вот, знаете, типа модификация. Вот это, по-моему, да, самое пиздатое. 4 до 100. 3 до 100. Вот это вот, например. Replace Curran. Сейчас только DSC надо будет выключить, иначе стабилизация будет совсем ESC, точнее. Он тут, ну, везде по-разному, неважно, короче, стабилизация. О-о-о-о! Вот из этого, возможно, что-то получится, ребят. Так, неплохая мощность, неплохой разгон, зацеп словили. Она будет здесь дрифтить вообще? Ух ты, блядь! Ебать! Тихо-тихо, сейчас разъебусь. Сейчас раз... Ну, блядь. Все, пизда. Нет, не пизда. Ну, скорость потерял, конечно, зато попробовал. Хотя бы понять, надо же автомобиль. Так, удержал. Блядь, ну такую машину, конечно, дорого как-то. Ах, сука, ну почти. Если бы вот чуть-чуть вот я взял бы, я бы сделал прям разворот в этом тоннельчике. И получилось бы эпично. Но жопой я задел все-таки первую тачку. Выхлоп не оторвало. Но тут совсем пиздец, конечно, все равно. Да, блядь. Неприятная ситуация, неприятная. Слушайте, а так мне понравилось. Ну, грызовичок немножко я задел. Плюс трамплин там опять пополз куда-то. Что-то ему каждый раз плохо и плохо. Так. Все-таки по внешке, ребят. Слушайте, неплохо. На полном приводе это можно нормально раздавать, на самом деле. По-мокренькому. Прям вообще идеально. Так. Давайте мы сейчас вот так возьмем. Ну-ка. Блядь. Взял. И вот сейчас точно... Как я сейвлю? Ну я, правда, на камень налетел. И он мне колесо погнул. Но это не важно. Это только нам поможет, если я сейчас не разъебусь. Очень сложно управлять тачкой, ребят. В дождь. Пиздец. Как я сейчас засейвил. Тачку тянет влево или вправо. Я так и не... Ух ты, блядь. Ну слушайте, это... Я думал, что фейл будет. За счет того, что... Блядь, Семенович, сука. Как он задолбал. Почему он приходит на эти мероприятия даже? Где он там сидит? Что он? Я не понимаю. Как он это делает? Опа, опа, опа. Смотрите. Оно полетело сначала в одну сторону, а потом покатилось. Сейчас мы узнаем, где Семенович засел. Вот здесь вот, да? Опа. Опа. И... Хм... Ну я понял, для чего. Ближе к дороге. Он сейчас быстренько промчится, пока я тут буду стартовать. Заберет, погрузит и... Я бы сейчас, кстати, вообще охуел бы. Такое, в принципе, возможно мимо джедая, потому что мистики здесь хватает. Если вы так знаете, Семенович реально проезжает мимо, просто которого здесь не должно быть. Слушайте, ну в целом так, полбалла можно получить, потому что... Это было не на совсем нормальной машине, потому что ей было уже хреново после удара об камнишек, так скажем. Потому что колесо загнуло там. И... Блин, я думал до последнего, что я не умещаюсь. Ну-ка давайте... А давайте попробуем с жопой туда заехать. То есть заведомо заранее уже развернуться таким образом, чтобы я туда заехал с жопой. Бля, тачку просто на внешку выносят, я не понимаю. Очень скользко. Так, скорость бешеная, на самом деле. Для такой дороги, для такого покрытия. Так, с жопой. Ух! Блин, ну тоже прикольно. Трамплин, конечно... Ой, блядь. Ну тут прям на камушке, конечно, крыши это жестко. Трамплин пополз, но я не задел ни одну машину, ребят. Смотрите, я реально уместился сюда. Это было круто, реально. В следующий раз, кстати, если вы оцените подобное, я сделаю так. Ну мы, наверное, будем же это же здесь делать. Только я подвину чуть подальше. Потому что, видите, здесь нету возможности по центру выровняться. Потому что здесь камни лежат. И мне приходится вот так вот выезжать на центр. И тут уже как-то попытаться залететь. Ну вы, в общем, понимаете, весьма сложно. Но тоже добавляет какого-то эпика. Так, ладно. Значит, давайте смотреть, что у нас еще есть. Что мы еще не пробовали? Может быть, все-таки к заднему приводу вернемся? К чему-то реально очень мощному? Или, например, что-нибудь необычное взять? Вот, ну-ка, вот... Я такая серия, кстати. Очень давно мы его не брали. У нас вот, например, есть модификация дрифт. Вот она, кстати, неплохо дрифтит. Давайте ее попробуем. Она, конечно, может быть не мощнее, чем Лехина тачка. Но, в целом, тоже неплохо должна раздавать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так. Ну, блядь, мне даже жалко ее что-то разбивать. Она выглядит реально круто. Особенно в таком... Когда первый раз сел за мощную заднеприводную тачку в дождь. Блядь, ну тут, конечно, жесть. Вот, если бы еще, знаете, можно было зиму реально поставить. Как бы и так скользко, как по льду. Реально, за счет дождя. Но атмосферу зимы вот добавить бы как-нибудь. Или, вот знаете, ту карту, где мы устраиваем смертельный дрифт на высокой скорости. Вот туда бы добавить этот эффект дождя. Ну, типа, похуй. В игре бы, типа, дождь был. А так, зато, дороги бы стали, типа, мокрые. Но, на самом деле, мы бы... Ой, бля, все пизда. Я даже не знаю. На самом деле, такое ощущение, что... Тихо, надо засейвить. Оп. Тихо. Очень скользко, я сейчас торможу. Просто из-за всей силы. Ну, слушайте, засейвил в целом. Все. И, как бы, реально, вот это лучше. Вот, реально, пробитое колесо. О, крыло помятое, там, фонарь разбит. Ну, типа, похуй, реально. Вот я, вот тут, тут, пожалуй. Я торможу сейчас, понимаете, да? Насколько скользко. Не, ладно, на самом деле, надо, конечно, попробовать. Ну, дрифт эпичный получается. Не, эта машина даже еще жестче скользит. Тем более, по мокрому, чем Леха. Потому что тут прям вообще зацепа ноль. На четвертый просто боком иду. Сейчас на пятую переключусь. И будет то же самое. Ну-ка. На пятую. И пошел. Ух ты, бля. Бля, очень опасно. Надо рулем просто... Так, отпушу газ. Отпушу. Ага. Так, ну ладно. Сейчас я не знаю, что получится. Мне кажется, получится какое-то говно. Потому что меня, скорее всего, размотает раньше времени. Я до последнего не знал, что мне делать. Ух ты, ебать! Хизвол! Блядь, засука! Заз... Заз... Пизда. Блядь. Ай! Ну, типа радиатор ликинг. Ну, это все похуикинг. Реально. Это все ерунда. Ребят. Я что-то даже почему-то до последнего думал, что получится какое-то говно. Потом я понимаю, что вроде я захожу туда уже не боком. Надо что-то делать. Я просто умещаюсь в эту щель. Не знаю, как это произошло. Реально. Так, ЕТК К-серес, например. Ралли. А у нас... Мы вообще пробовали? Она вообще... Сейчас опять без колес появится. Я не удивлюсь. Тут постоянно такая хуйня. Ну, давайте попробуем. Мне просто интересно. Ну, типа чувак-ралист решил попробовать себя в такой дисциплине, как... Так, стабилизация... О-о-о-о. Я что-то не пойму, какой привод. Не посмотрел. Наверное, задний все-таки. Блядь, зацеп жесткий. Он на сликах на каких-то, что ли, или что? Смотрите, я как будто... Блядь. Я поворачиваюсь, если что. Мда-а-а. Ну, тут, мне кажется, не получится немножко боком зайти, потому что тачка очень жесткий зацеп. Ее реально выносят аж по внешке. Ну-ка, что будет, если я... Я вообще... Я... Что си... Пиздь. Вы слышали, как она заурчала? А-а-а! Вот так застанало, блядь. Пожалуйста, спасите, блядь. Ну, это такое себе. Нет, что-то у нее непонятное. Рулежки, как таковой, нет. Я собрал тут просто какой-то, блядь, страйк. Реально. Из... Как будто это кегли, знаете, сбил. Пиздец. Просто жесть. Такое, блядь. Просто реально в боулинг поиграл, блядь, тачками. Ну, ладно, давайте попробуем что-то другое. Нам нужна... Реально мощь. Не хватает мощных... Стоп. Я как раз хотел попробовать... Знаете что? Я как раз хотел попробовать и бишу ковид. А мы же с недавнего времени нашли вот такую. Она на каком приводе числится? На переднем. Ну и неважно. Нормально. Как раз арабский стиль будет. Тачка нормально функционирует. Нормально еб... Блядь, вот это, конечно, пылесос на колесах. Ебнуться можно просто. Я не знаю, что сейчас получится, ребят. Блядь, кто это придумал вообще? Я сейчас перевернёт в поворотах. Что с ней происходит? Блядь, нормально, кстати, цепляется, ребят. Двести шестьдесят. Нихуя себе шуточки, блядь. Ух ты, ебать, что? Я что-то охуел сейчас, реально. Так, подождите. Тогда новый план. Раз такая хуя происходит, с ней она начинает кувыркаться. Как насчёт того, чтобы попробовать уместиться, даже кувыркаясь, залететь на эту всю нашу... Весь этот тоннельчик. Я не знаю, как его назвать, потому что... Так. Ебать, её перевешивает мотор на скорости. Уже, конечно, тут законы физики срабатывают. Оно и логично. Ребят, так, аккуратно. Кстати, на этой надо учесть, что эта машина нифига не устойчивая. И с этим можно... Блядь, она на два колеса встаёт, ребят. Может быть, попробовать на двух колёсах-то ей покататься, потом как-нибудь с рейки. Блядь. А-а-а. А ну, переворачивайся. Ух, блядь. Ух ты! Нихуя! Блядь, ещё бы на дорогу и на колёса, я бы охуел. Ебать, я трюк придумал. Ровненько просто... Вы видели, как я туда залетел? Просто как по маслу. Пиздь. Так. У меня новая цель, походу. Я реально хочу, чтобы она полетела и приземлилась на колёса ещё желательно. Она на колёса-то приземлилась, только немножко не туда, куда нужно. Тихо-тихо, только не на два колеса, блядь. А ей очень плохо. Ебать, такая хуйня. Бля, очень сложно её управлять. Но зацеп есть, это радует. Так, ещё раз, ребят. Как я это? У меня сейчас не получится, по-любому. Ну, конечно, блядь. То есть, вы понимаете, насколько был шанс вообще того, что я так сейчас прыгну. Это просто... Так, ещё раз. У нас ещё-то дрифт превратился уже в какие-то эксперименты, реально. Но я думаю, что вы не против, потому что выглядит это очень эпично. Так. Всё, точно последний раз. Пробуем. Как получится, так получится. Просто я не знаю, тут надо рассчитать. Я, блядь, перевернул машину и на крыше залетел ровно по трамплинчику. Это просто нереальное что-то. Естественно, такое... Блядь, дорогу нихуя не видно. Блядь. Камеру пытаюсь выровнять. Во. Мизинцем щёлкаю тут на панумпаду. Ну, вы сами всё понимаете. Реально. Это практически Unreal. То есть... Ещё раз. Я, ребят, не могу. Реально не могу. Потому что я просто уже понаблюдал похожее, да? То, что у меня почти получилось. И теперь мне хочется и хочется ещё. Ну, на скорости 270, это, конечно, жесть. Мне нужно максимально вправо уйти. А я, видите, всё-таки... Да, правее нужно уходить. И тогда получится, по-иде. Блядь, опять камеру не поправил. Во. Вот так у тебя что-то видно. Не потится конструкция жёсткая. Кто это придумал вообще? Это полный пиздец. Так. Ну-ка. Ухожу правее. Так, блядь. Ну, красиво всё равно получилось. Я в последний момент уже передумал. Понял, что опять я взял... Да. Что там с машинами произошло? Да, в принципе... Ну, так, как бы... Да, ерунда. Починят. Что тут? Как бы... Ни о чём вообще, совершенно. Так, всё. В последний раз и опять к дрифту возвращаемся. Потому что, блядь, я сейчас реально буду это бесконечно делать. Хотя, может быть, это и эпичнее, чем дрифт выглядит. Но... Трюк такой. Прям-таки, знаете, вероятность его выполнения к нулю сводится. Блин, естественно, если здесь жёстко завернуть, естественно, оно опрокинется, да? Так, ещё правее. Блядь, я просто боюсь правее уходить. Типа, я вижу фуру. Пожалуйста. Малышка. Сука. Мотор оторвало, блядь. Ну, короче, это реально. Если хотите... Блин, да чё, если хотите? Я хочу сейчас это сделать, блин. Нахуй этот дрифт? Тут более эпичную хуйню я придумал. Практически невыполнимую. Это ж выглядит очень эпично. На такой скорости такая хуйня несётся и... Бля-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- Это мне всегда помогает обычно. Всё, молчу, молчу. Ну почему, сука, правее ты полетел? Я же на колёсах ехал! Ну тут просто нужно было приземлиться и что всё осталось на своих местах. Конечно, на такой скорости это маловероятно, но, блин, практически. Как я попадаю в этот ебаный тоннель и в этот трамплин? Короче, ребят, ладно, давайте что-нибудь другое попробуем из машин уже на тему дрифта. Так, а если взять какой-то херочий санбюрст? Модификации... Что это, блядь? Это что за хуйня? Это что... Так... Это что я тут установил и не знал? Ёбаный насос. Подождите, ESC. Полностью выключаем. Это что за тачка, блядь? Что за ретро-футуризм, блядь? Или как он там назывался? Когда в своё время автопроизводители подобным занимались. Но у неё какой-то зацеп всё равно присутствует. Выглядит она, конечно, крайне убого, блядь. И непонятно, но... Ладно, едет... едет и хорошо. Пизда. Просто она... она своя... Вы видали этот фриз? Это, блядь, что-то... Что... Мы пока с ума сошёл от такого? Вроде ничего такого сверх... Крутого... Оставим... Оставим так, пусть у нас битой жопой стоит. Не, ну, не очень хоро... Так, подождите, тоннель задел... Фу, блядь. Трамплин задел, что ли? Нет, вроде... Блядь, опять прощёлкал. Эм... Давайте санбюрст напослед... Напоследок какой-нибудь возьмём жёсткий. Прям дрифтовый. Там же есть такие. Просто их что-то очень много. Я аж даже офигел, что их так много. До ста. Ну, не так уж прям, чтоб фантастика, но... Блядь, задолбал это ЕСЦ пиликать, блядь. Азот ещё есть. Блядь, экстрима я прям не чувствую. Конечно, дует 2.4, но чё-то едет вообще не на 2.4. И чё, она скользит? Такое, блядь, типа... Блядь, ебать, её мотает. Ебать, я углада... Камень, конечно... А, нет, удалось... Камень, камень, блядь! Торможу всё это время, пиздец. Ну, могло быть, конечно, хуже, опять же. Но, в целом, заебись. Не, это слишком овощная версия. Нам тут нужна прям максимальная мощь. Поэтому, всё-таки, я хочу найти подходящий санбюрст. Реально. Санбюрст, например... Экстрим... Вот, Тим Рей... О, 2.8. Чё, пацаны? Субарь раллийный? Вот это уже нормальная тема. Это мне уже нравится. Ну-ка. Сука, Семёноч, какой же ты всё-таки... Я слежу, блядь. А, то есть, это нормально, да? То, что, как бы... Да, что то... Он нормальный? Это уже под... Он под... Блядь, он что, все снимет сейчас? Одно осталось. То есть, вы понимаете, что, как бы, этим промышляю не я, да? Кто-то мне ослабил, по-моему, колёсики, блядь. Смотрите, сейчас опять отлетит, блядь. Блядь, сука! Это уже жёстко, Семёныч! Блядь, сука! Это уже жёстко, Семёныч! Нужно было. Я тот раз три потерял, а этот раз три. Ну-ка, ещё раз еду. Пытаюсь... Блядь, как же хуёво ездить без колёс. Смотрите, два! Ха-ха, не получилось! Только ещё раз! Охота Семёныча, блядь, за колёсами! То есть, я начинаю, если колёса поворачивать, мне отлетают они. Заебись, блядь, идея. Так. О, блядь. Всё, пиздец, я ничего не могу сделать. И охуеть, я прям в камень лечу. Ну, на нахуй, заебись, блядь, полетаем сейчас. И бах, опять два. Нет, смотрите, три отлетают! И одно на... Одно держится! Заднее правое самое сильное, ребят. И всё-таки, мне интересно, так есть вероятность того, что он четыре спиздит? Или всё-таки... Ну вот, Семёныч, увидел, что я буду сейчас раллийными делишками заниматься и... О, одно! Смотрите, отлетает! Блядь! Отлет... Не до конца держится! Блядь! Еду! Тачка ещё греется! Сука, он чё надел с машиной? Блядь! Ну, заебись! Два! Так, и всё-таки, последняя попытка... Вы заметили, да? Я планировал изначально другое, но получается всё иначе. Но это, мне кажется, даже интересней, чем одну тему. Так, всё, держу, держу, с ручничком вывожу. Блядь, всё, передних нету. Пизда. Ммм... Понимаете, я не стукаюсь этими колёсами, я стукнулся мордой. Они чисто от удара. То есть, они просто не закручены. А кто их не закрутил? Напишите в комментариях, я думаю, что вы знаете. Так, ребят, ладно. Это, надеюсь, единственная машина, которую Семёнович так сделал. Поэтому... Джим Кана. Блядь, ну 3.5, типа, выглядит, конечно, не... Монстр. 3.1. Там просто 2.8, 2.7. Санбюрская туги. Ну, она будет зацепная, наверное, у неё. Туги, блядь. Хуюги. Трек. Ну, 2.7, конечно, выглядит нормально, но давайте попробуем. Может быть, это наёб? Может быть, это обман? Это нормально? Я думаю, что нет. О, боже мой. Какой пиздец происходит, а, в BMNG Drive? Ну, это уже, ребят, надо как-то от этого мне что-то делать с этим. Потому что... Шутки шутками, но Семёнович что-то, блядь, вообще уже озверел. Ладно, Джим Кана, надеюсь, нормально будет. Просто название подходящее. Нас как раз... О! 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 Надеюсь, на ходу они не отъебашут сейчас колёса у нас. Во! Нормально дует! Смотрите! 2.8! Нихуя себе! Ща будет эпично. Блин. Это ёбаный. Боком давай, заходи. На ней, кстати, можно здесь вообще... Блядь, оверхитинг. Да похуй на это оверх... Тихо. Ух ты, блядь! Блядь, рулём... Просто мотор отлетел нахуй вообще. Я просто по незнанке, как бы, рулём мотаю. Ну, в смысле, потому что я не понимаю зацеп покрышек. Я думал, его нет, а оно вроде есть. То есть, тачка очень резко реагирует на обратную связь. То есть, колёсами ты выравниваешь её, и она, пиздец, как в другую сторону сразу улетает. Тихо-тихо, перегрева не надо. Блядь, опасно нахуй. Мы всё-таки доедем, может, до финалочки? Блядь, тачка, охлаждайся, пожалуйста. Только не въеби мотор. Пистон, дамаги, да мне похуякит вообще. Ух, блядь! Нихуя! Блин, если... Я почти зас... Можно сказать... Дальше... Да, блядь, что-то заглохло. Ай! Нормаль, нормально, пацаны. Небольшой дамаги от камня, это всё херня собачья. Сейчас мотор ебанёт, да? Блядь, что-то нет, всё-таки повело там. Всю размотал тачку потихонечку, знаете? То есть, была нормальная, мог всё сделать нормально, засейвить тачку. Минус бампер, заебись. Но в итоге разъебашил её просто всю. Всё, мотору очень плохо, он сейчас ебанёт точно. А я хочу сюда боком зайти. Блядь, пиздец, видите ли, как она реагирует на этот? Просто минус жопа, вообще, я ей только бьюсь. Мотор, всё? Мотор, всё. Блядь, просто фонарь задний. Короче, ребят, спасибо всем за просмотр. По-моему, получилось весьма круто. Различные всякие темы попробовали. И эпично, и аварии, и всё, в общем, как всегда, в лучших традициях бимки. Поэтому, ребят, ставьте лайк, если вам понравилась серия. Подписывайтесь на канал, если вам впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы, конечно же, не пропускать новые видео. Оставляйте ваши комментарии. Увидимся совсем скоро. Всем удачи, друзья. До новых встреч. Пока-пока.